Я хотел вам показать такую книжку, она называется «Боги-герои Олимпа». Я читал ее в детстве, она, как ни странно, о богатых героях Олимпа. И написано микрологически словарем. Мне кажется, что сейчас настолько много стало разных техник, настолько много стало разных представителей жанра, которые называются фингерстайл. Поэтому я решил немножко это переначать и назвать «Боги-герои фингерстайл» свою лекцию. Таким образом. Я еще хотел, если честно, в фотошопе, чтобы здесь был Томми Мануэль и всякие, но просто времени хотелось. Можете представить, что они там есть. Поэтому сейчас немножко поговорим о богах и героях фингерстайла. Теперь следующий мой вопрос. Вот если, допустим, вы уже как-то знакомы с тематикой фингерстайла, и вы слышите, что кто-то говорит «фингерстайл», с каким гитаристом в первую очередь, вот из-за того списка, что вы написали, вы ассоциируете это направление? Томми Мануэль. Супер. Энди Макки. Энди Макки. Чансла Франц. Ой-ой-ой. Окей, ладно. Чанус. Сонакин. Чанус. Сингая. Сингая. Вы что, по китайцам пошли? Ну, на самом деле, на мой взгляд, уже самое главное божество уже назвали. Если мы говорим о богах героев фингерстайла, если мы говорим о богах героев фингерстайла и такой представитель фингерстайл олимп, на котором они живут, то я думаю, что высоко на вершине будет находиться вот этот гражданин под именем Антони Мануэль, который, наверное… С которым, наверное, многие связывают вообще начало своего фингерстайля и просматривать его вот как некую вершину, как божество. Ну, на мой взгляд, его вклад чуть-чуть, может быть, переоценен, потому что помимо него еще есть очень-очень много других разных гитаристов, у которых он в том числе учился и которые творили одновременно с ним. Ну, просто так случилось, что Том Мануэль на данный момент является тем, кем он является, а является именно, ну, звездой, наверное, номер один в этой стилистике. Кто вообще вот слышал Том Мануэль? Поднимите руку. Может быть, кто-то не слышал, да? Окей, не все, как оказалось. Я так рассказываю, как будто это. То есть, это непризнанный бог для некоторых, как оказывается. Но, так или иначе, если вы не слышали Том Мануэль, я рекомендую послушать. Я тут еще буду включать разные записи, но Том Мануэля там не будет. Но рекомендую ознакомиться все-таки. Это такой фингерист из топа уровня. Более того, он приезжал в Новосибирск. Может быть, кто-то был на концерте. Ну, его уже. Макс был. Отлично. И он приедет еще, он вернется еще в марте. Поэтому крайне круто, если то, что сегодня будет здесь происходить, да и, в принципе, стилисты к фингерстайлу вам близка, сходить. Так вот, Том Мануэль. Но от него я хотел бы пойти еще немного к истокам. Я вас не буду сейчас сильно грузить, мы потом немножко поактивнее будем. Следующий гитарист, конечно, Чет Эткинс. Такой вот, к сожалению, уже нет с нами. Он умер, по-моему, в 2000. В 2007 году или 2006, уже точно не вспомню. Но вот это, наверное, один из таких апологетов, то есть, один из основателей того фингерстайла, который мы знаем сейчас. А именно, вот как раз я хотел перейти к тому, что такое фингерстайл. Это когда одновременно на гитаре играется и басовая мелодия, и мелодия голоса. То есть, сочетается несколько голосов. То есть, это именно человек, который, в принципе, можно сказать, основал это направление в том виде, в котором оно есть сейчас. Наверняка, вот уже Чет Эткинс, мало кто слышал, знаете, кто Чет Эткинса слышал? О, совсем мало. Окей, специально для вас. У меня есть небольшое видео. Я, правда, до конца не уверен, подключили ли колонки. Пока я немножко расскажу. То есть, Чет Эткинс – это гитарист, которым очень много играл, просто Том и Эммануэль. Они играли дуэтом. И более того, Том и Эммануэль сам рассказывает, что когда он начинал свою карьеру музыканта, то он мечтал поиграть с Четом Эткинсом. Потому что Чет Эткинс тогда уже был признанной звездой. И так потом жизнь сложилась, что они выпустили несколько совместных альбомов. Что такое фингерстайл? Я хотел бы по горшкам хотя бы пройтись и осветить это. И, собственно, я продолжу к тому, что сейчас есть гигантское количество гитаристов, которые популярны и продолжают быть популярными, и еще больше становятся популярными только за счет YouTube. То есть те времена, когда, грубо говоря, музыкант там играл в начале в одном пабе, потом в другом пабе, его замечал продюсер, говорил, хэ-хэй, давай там сделаем контракт, он записывал альбом, альбом взорвал мир. Сейчас-то уже, ну, наверное, такое тоже бывает, но по большей части интернет выталкивает новые звезды. Поэтому я сейчас вкратце расскажу о YouTube звездах фингерстайла и кто они вообще, что из себя представляют. И начну я с такого достаточно молодого гитариста немецкого, как Тобиас Раушер. На мой взгляд, это, ну, один из ключевых таких YouTube-мейкеров хитов фингерстайла. То есть это, чтобы вы понимали, это такие произведения, которые набирают по 20 миллионов просмотров, по там, по там, ну, то есть просто десятки миллионов просмотров и набирают одно видео. Чем они хороши? Тем, что человек выкладывает какое-то вот такое вот такое все замороченное произведение, вы сидимся дома, заходите, смотрите, думаете, блин, как круто, лайк, подписка, репост, у человека на канале 200 тысяч подписчиков. То есть, в принципе, ему не нужны даже какие-то особо другие источники промоушена для организации своих концертов. То есть у человека есть канал, на котором просто 200 тысяч человек для такого канала. Это, ну, очень серьезно, чтобы вы понимали. И вот уже сейчас, после YouTube, он ездит по всему миру, он приезжает в Китай, и там просто сотни человек приходят на концерты. Это, конечно, не тысячи, то есть там в Европе забитые клубы, площадки и так далее. Только благодаря YouTube-каналу. Поэтому то, что я как раз сейчас хочу сказать, что Фингерстайл и YouTube, они идут очень близко друг с другом. Потому что вот эти вот короткие 4-5-минутные ролики, призванные уделить вас вот этой всей экспрессией, перкуссией и всем вот этим напором, они как раз создают идеальное подспорье для того, чтобы стать популярным. И, ну, вот я выделил Туга Сараушева, есть еще, на самом деле, большое количество, да я бы даже сказал, гигантское количество разных гитаристов. Там, наверное, можно человек 50 набрать, которые популярны вот при YouTube. Допустим, еще несколько. Это, ну, что, посажали, Mike Davis, Antoine Ford, Петри Сарролла. Я сейчас сейчас забыла, как китайцы этого читать. Сумка, я не знаю. А, вот так, да, считай? Холь, просто его, видимо, неправильно переводят в некоторых сочках. Да, я думаю, когда смотрите, на всех них у вас, может быть, такие мысли возникают. Кто все эти люди, когда он закончит? Ничего не понятно. Но суть о том, что, суть о том, что благодаря YouTube формируется целое вот такое сообщество исключительно в интернете. Когда вы даже, возможно, и не хотите особо идти на концерт. Вот вы его ждете, когда же Tobias выложит новое видео. Вы ждете, чтобы прийти домой и его посмотреть. Это уникальная ситуация, которая очень характерна для фингерстайла. Я думаю, что это будет только усиливаться. То есть сейчас есть гитаристы, мне кажется, которые просто дают концерты. Да не есть конкретные. Естественно, это становится все более и более популярным. Дают концерты только просто дома, сидя перед камерой. То есть человек садится перед камерой и говорит, всем привет, друзья. Окей. Там другой в трусах сидит, там, перечаем. Привет, дружка говорит. И так такие концерты собирают, там, 200-300 человек. В общем, так же. То есть, может быть, кто-то не знал этого, но вот такая штука. Как бы, хорошо ли ты или плохо, это вопрос другой. Поехали. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ